В эфире телеканал «Округ новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Представители четырех политических партий подали заявление в Главное управление национальной полиции в Одесской области и требуют расследовать события, которые произошли 14 июня во время заседания сессии городского совета. Сессия Одесского областного совета приняла программы социально-экономического развития и поддержки малого предпринимательства. На отца двух детей с инвалидностью чиновники подали в суд за пристроенную им детскую комнату для игр. С 16 июня представители четырех политических партий Украины обратились в Главное управление национальной полиции в Одесской области с заявлением о совершении криминального правонарушения. Речь в данном случае идет о захвате административного здания городского совета, которое имело место 14 июня. 14 июня здание городского совета захватили неизвестные люди в камуфляжной форме. В течение нескольких часов неустановленными людьми был заблокирован вход в помещение Одесского городского совета. На заседании сессии, которая проходила в тот момент, были недопущены ни граждане, ни журналисты. Также стоит отметить, что неустановленные лица применяли физическую силу в отношении общественников. Самое мерзкое в этой ситуации, что руководил блокированием здания Одесского городского совета, человек без формы, не представившийся. И мы точно знаем, что это руководитель одной из охранных компаний, никакого отношения не имеющего ни к Одесскому городскому совету, ни к полиции. Но, тем не менее, он расставлял своих работников, вероятно своих, он расставлял каких-то спортсменов, он расставлял людей с шевронами охранной компании «Зевс», он же расставлял работников муниципальной полиции и даже указывал полицейским, патрульным и работникам, например, Приморского райотдела. Сразу четыре политические силы, Народный рух Украины, Сила людей, Демократический альянс и Движение новых сил подали заявление в Главное управление национальной полиции в Одесской области о совершении нескольких криминальных правонарушений. Заявление касается позавчерашних событий, которые произошли на сессии Гурсовета, вокруг сессии Гурсовета. С нашей точки зрения произошло грубейшее нарушение конституционных гражданских прав одесситов, граждан Украины. На сессию не могли попасть как активисты, хотя там была заявлена акция мирного протеста, так и журналисты, так и просто обычные одесситы не могли попасть на сессию, потому что сессию охраняла муниципальная армия карманная, охраняла неизвестная охранная структура, непонятно по каким соображениям, на основании каких законов она могла охранять общественное здание, подчеркиваю. И охраняли люди совершенно вообще непонятные в штатском и так далее. Полицейские сорвали шевроны с себя, там в общем было, ну не знаю, целый ряд, наверное, преступлений. Это уже третье по счету заявление относительно событий, происходящих 13 числа и 14 числа. Это когда применяли грубую физическую силу и не давали совершать, ну то есть вообще нарушали и гражданские права, и не давали совершать журналистскую деятельность. И соответственно мы видим в этих правонарушениях целый ряд статей криминального кодекса, которые были нарушены. Не только статья 125, согласно которой хотят возбудить криминальные дела. 125 это нанесение телесных повреждений. В данном случае еще как минимум была 171 статья, это препятствие журналистской деятельности, это 365 статья. Скорее всего, если было бездействие, действия чиновников и превышение их полномочий, 341 статья захват админзданий, то что мы действительно могли наблюдать на сессии городского совета. Как мои коллеги, я подав заяву, я очікуваю какой-то результат, сподіваюсь, что все будет швидко и, соответственно, до законодавства. Как вы думаете, на следующую сессию будут допускать журналисты, будут допускать полиции, приведут какие-то действия? Ну, зоглядя на то, что господин, міський голова, відповів до журналістов на это вопрос, он сказал, что это его влаштовывает, я так розумію, что він має свою позицію до організації работы міськради, і він не збирається щось змінити в цьому способу, як вони проводять сессії. Все эти нарушения противоречат Конституції України. Також представители политических партий расценивают происходящее, как частичную потерю суверенитета і самовольний захват общественного знання. Реально, це кримінальне правонарушення. І, соответственно, ми подали соответствующее заявлення. Чотири политических партий на сьогоднішній день, які находяться в оппозиції, к действуючій в Одесі власть, к этой кримінальній банді, к кримінальному клану. Подали соответствующее заявлення, тому що власть узурпирована, і поліція, якщо поліція не могла попасть вовнутрь здання, следствие должно буде на основі ізложенних нами фактів розібратися, що це були за люди, на якому основі, і почему вони не пускали і нарушали конституційні права граждан України, права одеситів. Кроме цього, я хочу добавити, що именно так по похожій схемі начиналась ЛНР і ДНР. Коли допускалися тільки удобні, кримінальному клану, який засел там, який на той момент договорився з Росією, а у нас мэр з російським, таким хорошим дужком. І вони, не пуская людей, не пуская правоохранителей, окружившись себе якими-то парамилітарними організаціями, на той момент і російськими спецслужбами, внутри здання, по похожому сценарію, приймали решення відділення від України. Представители ряда політичних партий і общественні активісти требують открыть уголовне производство, провести расследование і привлечі виновних к відповідністі. Денис Шацилло, Андрій Терещенко, Телеканал Круг. Одеський обласной совет сумел завершити прерванну на прошлій неделе очередну сесію. Несмотря на принципиальні разногласия депутатського большинства і оппозиції, приняты две масштабні программи, определяючі всесторонне розвиття регіона в ближайші годи. Першим в повістці дня стоял, казалось би, простой і чисто формальний вопрос із тих, що обычно голосуються без проблем, о присвоєній звання почетний гражданин Одесской області. Кандидатура, бувшого замістителя Одесського городського голови, заслуженого работника сферы услуг України Михаила Івановича Козырева, сразу же получила підтримку. Ректор Одесского государственного университета внутренних дел Іван Петрович Катеринчук звання не получил. Он живет і работает в Одесі недавно, малоизвестен і, як решили депутати, не внес достаточного вклада в розвитие области. Программа соціально-економічного і культурного розвития области на текущий год вызвала ряд вопросів во фракції оппозиційного блока. Проект назвали декларативним ввиду недостаточно четкого определения поставленных задач і отсутствие прозрачних розчетів. Однак депутатське большинство решило його утвердити по принципу «лучше начать, чем нічого не робити». Раскритиковала оппозиція і программу розвития конкурентноспособності малого і середнього підприємства на 17-20 годи. На підтримку бізнесу виделяється 4 млн 800 тисяч гривень. Було предложено проєкт доработати, но сесія його приняла, щоб начати осуществление уже зараз. Очевидно, в розчете поздніше внести змінення в зависимости от фінансових возможностей бюджета. Внесены коррективи в регіональну программу сохранення і восстановлення водних ресурсів в бассейні Куяльницкого лимана на 12-18 годи. К його реалізації підключили управління туризма, рекреації і курортів обласної адміністрації. Оскільки на сьогоднішній день покладено повноваження сфері туризму на наше управління, тому ми хочемо стати учасниками даних програм, щоб ефективно контролювати використання грошей і так, щоб ця програма виконувалася ефективно. Главна причина обезвоживання Куяльника – незаконна добыча піска і щебня. В результаті було перекрито естественне поступлення в лиман річной води. Кроме фінансування робот по восстановлению водоєма, програма теперь предусматривает привлечення полиції і прокуратури для боротьби з нелегальним бізнесом. Сесія утвердила изменення в програмі національно-патриотичного виспитання дітей і молодєжі на 16-20 годи. В связі з цим, председатель обласного совета обратився з заявлением. Уважаємі представітелі бізнесу Одесської області, приглашаю вас підтримати і підтримати участь в софінансуванні національної експедиції «Незакрушимі». Этот проєкт предусматривает восхождення наших земляків на 7 височайших вершин планеты, в тому числі і на височайшую вершину землі «Еверест» і встановлення там флага України і Одесської області. Це глобальне сабытие міжнародного масштабу, в сьогоднішніх условіях продемонструє всього миру, в силу нашого государства, несокрушимість, целеустремлінність, волю к побіде. Одеський областной совет підтримує ідею української національної експедиції «Незакрушимі». І в качість підтримання цього заявління планирує виделити 500 тисяч гривень. Среди принятых проєктов – дополнение к программе «Безопасная Одесьчина». Запланировано приобретение весових комплексов для проверки массы большегрузных автомобилей на дорогах области. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». В Одесской мэрии очень любят часто і с удовольствием рассуждать на тему помощи людям с інвалідністю. Однако, когда дело доходит до конкретики, чиновники обычно не делают ничего. Или наоборот, делают все, чтобы сделать жизнь людей с ограниченными физическими возможностями невыносимой. Даже если речь идет о детях. Александр Кириченко – общественный активист и журналист газеты «Безопасный город». Волей судьбы случилось так, что Александр – отец двух деток с інвалідністю. Две его маленькие дочери лишены зрения. Потому львину долю своего времени и сил Александр посвящает борьбе за права незрячих маленьких одесситов. Я стараюсь поэтому осветить эти вопросы, чтобы городская власть, по крайней мере, хоть как-то обращала внимание на права и законные интересы деток с інвалідністю, которые защищены Международной конвенцией. Борюсь за то, чтобы дороги были безопасны, чтобы улицы были безопасны. Систематически общаюсь с полицией, с патрульной полицией. К сожалению, результата немного. Как констатирует Александр Кириченко, городская власть не только ничего не делает для того, чтобы облегчить жизнь лишенным зрения детям, но еще и всячески, что называется, вставляет палки в колеса тем, кто пытается адаптировать таких детей в социум. Когда он собрался устроить своим детям площадку для игр, для того, чтобы те могли наслаждаться детством так же, как их обычные сверстники, чиновники с Александра потребовали не только собрать весь пакет документов, но и когда площадка была пристроена, обвинили его в незаконном строительстве. Городские власти, к сожалению, не сделали ровным счетом практически ничего для того, чтобы помочь моим деткам, незрячим деткам с инвалидностью, чувствовать себя равноценными в обществе и социуме нашего города. Со своей стороны, я собирал документы несколько лет. Это значит, что каждую неделю два-три раза я обращался к тому или иному чиновнику. У меня дома такая сумка дорожная есть, она полностью забита документами. Согласно закону, украинные жилые дома, в которых живут люди с инвалидностью, должны быть приспособлены для их потребностей. Скажите, в каком месте этот дом приспособлен к тому, чтобы в нем жили невидящие дети? Может быть, речь идет о косой дырявой металлической лестнице, подняться по которой может далеко не каждый здоровый человек, или о дворе в ямах и колдобинах? Соответствует ли все перечисленное Международной Конвенции по правам людей с инвалидностью? То есть настолько цинично и нахально себя ведут, что им наплевать на законные интересы и права детей с инвалидностью. Парадокс, скажете вы, и будете правы, что, впрочем, совершенно не мешает нашим чиновникам мэрии воплощать эти самые парадоксы в жизнь. Естественно, с помощью закона. Александра обвинили в том, что пристройка незаконна и подали на деситов в суд. Даже при первом взгляде видно, что подобными пристройками грешит весь двор дома по Большой Арнаутской десе. Так почему незаконна, по мнению властей, именно та, которая была построена и приспособлена для нужд невидящих детей? Как гласит одна известная мудрость, не можете помочь, не мешайте. А если энергию некуда девать, советуем чиновникам, например, обратить внимание на бедственное состояние дома, в подвалах которого постоянно текут трубы, на отваливающиеся куски лепнин из карнизов старого дома, на трещины, которыми покрыты стены здания. Тогда глядейшей пользы от властей было бы больше, и детей оставили бы в покое, дав им возможность не чувствовать себя ненужными обществу. Правоохранители задержали лидера общественной организации «Уличный фронт» Демьяна Ганнула. Против него открыто уголовное производство. Что инкриминирует одесскому активисту, подробнее в нашем сюжете. Накануне около трех часов дня лидер «Уличного фронта» Демьян Ганнул был задержан прямо на улице сотрудниками полиции и доставлен в Малиновский райотдел. По словам самого активиста, правоохранители объяснили задержание необходимости ознакомления с материалами по привлечению Демьяна к админответственности за мелкое хулиганство, которое имело место во время концерта «Билок». Однако, когда активист был уже доставлен в райотдел, ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Умышленное причинение работнику правоохранительных органов легких телесных повреждений». Приехал адвокат, мне подозра была вручена. Еще они хотят плати хлопотание, чтобы мне запобежный засип внести в домашний арест, хотя они ничем не обвинтывают, так и я нигде не переховывался и так далее. Сам Демьян Ганнул считает дело заказным, ведь буквально несколько дней назад активисты «Уличного фронта» своими силами снесли забор на печально известном пляже Лагуна. Снос забора сопровождался конфликтом между патриотами и муниципальными тетушками, охранявшими владения нынешнего хозяина пляжа. По данным ряда СМИ, им является бизнес-партнер Геннадия Труханова Владимир Галантерник. Тот самый, который превратил Старосиную площадь, свой собственный рынок, а Одесскую Аркадию, в торгово-развлекательное чудовище в лучших кичевых традициях. Как считает лидер «Уличного фронта», это и есть настоящая причина его задержания последующих событий, но никак не концерт Ирины Билок, который стал только поводом для действий правоохранителей. Пока можно констатировать только одно. Со всеми несогласными городская власть будет бороться всеми способами. Убрать недовольных, закрыть слишком активных. Для достижения этих целей все средства хороши. Исходя из статей, которые инкриминируют активисту, ему может грозить тюремный срок до пяти лет. Долг одесситов перед филиалом Инфокс Водоканал за потребленную воду достиг рекордных 129 миллионов гривен. Таких низких платежей на предприятии не помнят. А между тем, ситуация может выйти из-под контроля. Ведь у Водоканала средств может не хватить на закупку реагентов, не говоря уже о расчетах за электроэнергию. Таким образом, горожане рискуют остаться без воды. У нас на сегодняшний день сборы по некоторым районам города менее 40%. Наибольшая, будем говорить так, недоплата составляет по Киевскому району и Суворовскому. Там оплата составляет порядка 38%. Причина проста. Абоненты не спешат оплачивать полученные счета, а собирают их по 2-3 месяца. Как результат, долги накапливаются, тем самым создают катастрофическую нехватку средств на предприятии. Ведь Инфокс Водоканалу необходимы деньги уже сегодня, а не в обозримом будущем. Некоторые абоненты, которые попадают еще и в разряд субсидий, они тоже относятся к части вот этих неплательщиков от 2 до 6 месяцев. Это очень значительная часть денег, которые к нам не доходят в регулярном режиме. И для абонентов, получающих субсидии, обращаю внимание, что неоплата в течение 2 месяцев может вызвать фактический отзыв у них субсидии. На сегодняшний день более 8 миллионов гривен зависло в расчетах между бюджетом и Инфокс Водоканалом по субсидиям. Таким образом, если даже ваш обязательный платеж составляет всего 30 гривен, оплачивать его нужно вовремя, ежемесячно до 20 числа. Тем более, что обращают в банке и в приватбанке, это можно сделать без комиссии. При неоплате до 20 числа месяца у нас формируется реестр должников. То есть те люди, которым было начислено за май, и они не рассчитались по 20 число месяца, они попадают как должники. Чтобы обеспечить город водой в жаркое время, Инфокс Водоканал в очередной раз ужесточает работу с должниками и увеличивает количество бригад крота, дебиторских групп. Следовательно, в случае непогашения долгов за потребленную воду до 20 числа, с высокой долей вероятности неплательщикам могут ограничить предоставление услуг водопользования. Сделает это крот или служба по ограничениям. Еженедельно отключается до 80-100 чем-то должников. Работа с иными должниками тоже проводится очень жестко. На сегодняшний день, еще раз обращаю внимание, что у нас при помощи наших служб, и горводопровод, и горканализации, служб контроля, тот же самый крот, мы практически на порядок увеличили работу с дебиторами. Не доводите, пожалуйста, до критической ситуации. Сделайте свою жизнь комфортной. Не стоит забывать, что растампанировка канализации будет возможна только после 100% оплаты долга, да еще и при условии возмещения сопутствующих затрат. Так что удовольствие это не из дешевых, проще вовремя оплачивать счета. Но если сумма долга у вас уже набралась немаленькая, и рассчитываться сразу вы не можете, то в Инфоксводоканале всегда готовы пойти навстречу, заключив договор рассрочки. 16 июня в Одессе состоялся круглый стул, организованный Государственной службой Украины по вопросам труда на тему Международная организация труда. В Украине проект Международной организации труда стартовал год назад. Главным бенефициаром проекта является Государственная служба Украины по вопросам труда. Задача это обеспечение достойного труда для всех, согласно международным стандартам. Три стратегические направления. Один из них, осуществленный на работодавцах, это сопротивление развития стальных предприятий. И для того, чтобы в Украине обеспечивать стальное экономическое взросление, потому что от этого идет и стан рынка работы, от этого идет пропозиция рабочих мест, от этого идет качество рабочих мест, от этого идет уровень оплаты работы и так далее. Другой компонент, который заряжен на посилении социального диалога, не буду говорить, снова-таки, про важность работодавцев и работников. Саме в этом компоненте мы и проведем наш проект по инспекции прации. И третий – это вопросы социального защиты и вопросы умов работы. Остальными задачами международной организации труда определяют создание новых рабочих мест, гарантирование прав в сфере труда, расширение социальной защиты работающихся и улучшение условий труда. Одним из самых важных предстоящих проектов в стране считают будущую пилотную инспекционную компанию, предназначение которой проследит за регистрацией всех работающихся. Наш проект, в первую очередь, сосредоточен на таких заседающих вопросах. Это именно помогать в Украине такую систему инспекции прации, которая будет отвечать святым стандартам. Стандартам, которые прописаны в конвенциях МОП 81 и 129 про инспекцию прации. Для чего она нужна? Для того, чтобы трудовое законодательство на практике использовалось в Украине належным чином. Змени подходов до обеспечения контроля за додержанием законодательства про працию с метою обеспечения дотримания этого законодательства в Украине. И я надеюсь, что тот проект, который на сегодняшний день только стартует, принесет очевидные результаты. И уже через некоторый час мы сможем иметь возможность сделать выясновки, насколько эффективными есть те подходы, которые отработаны на сегодняшний день. Все это означает, что нормативно-правовая база, которая определяет роль, миссию, функцию вопросов труда, будет соответствовать международным стандартам. Также разрабатывается новый проект, который будет контролировать условия безопасности и гигиену труда. Сама по себе МОТ имеет уникальную структуру, которая объединяет работодателей и работников. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Все вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 17 июня в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Во время грозы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 22 до 24 градусов тепла. Температура морской воды 16 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова